Первое правило. Нужно принять во что бы то ни стало свою судьбу. Означает, у меня все нормально. Как помните этот фильм? Это капитан Рунгель, да? Все нормально, идем ко дну. Отлично. Это правильное настроение. Он был такой жизнерадостный, да? Корабль победа, да? Две буквы упало, стала беда. Все равно, все нормально. Вот, понимаете? Круто. Хороший мультфильм. Итак, у нас в стране все нормально? Все нормально, идем ко дну. Иначе смерть. Смерть. Итак, принятие судьбы. Дальше. Чтобы были силы, всегда чтобы человек наполнялся, а не расходовался, нужно стараться заботиться о других, забыть про себя. Я желаю всем счастья, служения. Второе. Третье. Это наполнение. Наполнение через отдачу. Человек не может наполниться. Вот, допустим, человек пришел, лег кверху попой на солнце такое. Солнце, давай. Наполняй меня. Это Доша Пита. Доша Пита это что такое? Это оскорбление солнца. Вот представьте, человек вам улыбается, такой радостный, а вы ему зад подставили. Нормально вообще или нет? Еще открыли его. Солнце это не человек радуется, это Бог радуется. Запомните, солнце, когда светит, это Бог вам радуется. Задницу ему не подставляйте. Это оскорбление Бога. Если вы хотите правильно к солнцу относиться, двигайтесь на солнце, радуйтесь на солнце, желайте счастья на солнце. Вот это правильное отношение к солнцу. На природе, на солнце человек должен радоваться, и тогда он наполняется солнцем, а не лежать. Если вы идете на природу, не надо там лежать. Там нужно двигаться, радоваться, желать всем счастья. Для этого предназначена природа, чтобы ей наполняться. Через аскезу человек наполняется природой. Продолжение следует...